Со светлыми помыслами и добрыми пожеланиями. Сегодня у католиков самый большой религиозный праздник – Пасха. Этот день отмечается католической церковью в первое воскресенье, следующее за полнолунием после весеннего равноденствия. Название праздника восходит к еврейскому Песах. Еврейская Пасха, посвященная избавлению Израиля от египетского рабства. Для верующих это праздник воскресения Христа, но корни его глубокие и связаны с дохристианским культом умирающих и воскресающих богов растительности, почитаемых еще в Древнем Востоке. Можно сказать, что древний праздник весенней пробуждающейся природы переосмысленный в духе христианской легенды на европейской почве. По традиции, утром в пасхальное воскресенье после богослужения дети и молодежь могут обходить дома с песнями и поздравлениями, сходными с рождественскими колядами. Среди пасхальных развлечений наиболее популярны игры с крашенными яйцами. Их кидают друг друга, катают по наклонной плоскости, разбивают, разбрасывая скорлупу. Крашенными яйцами обмениваются родные и знакомые, крестные дарят их детям-крестникам, девушке-возлюбленным. В течение всей пасхальной недели проходят богослужения в костелах. По идее этого свято, они дают отказ человеку, что ты являешься створением Божьим, что Бог, таки великий, часто нам, кажется, недосягальный, приходит на свет и помирает за тебя, за твои грехи. Потому что мы должны были быть на крыше, мы должны были помирать за наши провины, за наши грехи, но это сделал за нас Иисус Христос. В этом году, к сожалению, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация повлияла и на посещаемость костела в Беларуси. Если верующие остаются в этот день дома, греха не будет. Заботиться о жизни и здоровье своих близких – это тоже достойно уважения. Субтитры создавал DimaTorzok